Сегодня у меня будут брать интервью, то есть там у человека задание по социологии, ему нужно взять интервью. Доброе время! Да-да. Ну чё, интервью? Да, ну я, наверное, представлюсь для начала, чтобы зритель понял. В общем, меня зовут Роман, и как удивительно, фамилия не Дути, не Познер. Я учусь в магистратуре питерской вышки на втором курсе. По социологии программа называется «Современный социальный анализ». Вообще я больше занимаюсь как бы количественными методами, ну это типа computational social science. Но у нас и качественные методы есть. Собственно, на одном из предметов было такое задание взять сложное биографическое интервью. Вот. Ну, собственно, начнем интервью. Сначала я бы хотел поговорить о образовании, о том, где ты вообще учился, как тебе это все. Расскажи про школу, где ты учился. Ну, я учился, короче, в такой школе, языковая школа в Москве на улице Кастанаевской, значит, государственное образовательное учреждение, центр образования номер 18-16, первые восемь классов. Значит, там мне не понравилось совершенно, вот, абсолютно, полная хуйня. После нее я перевелся в школу, которая называлась государственное образовательное учреждение, центр образования и технологии обучения. Была без номера, не помню. Адрес не помню, забыл. Помню, станция Киевская. Вот. А вот там было очень круто, на самом деле. Вот. Значит, что там еще? Ну, вот, вот, школы. Ну, я в США еще учился. Да, то есть я во второй школе, в которой я учился, я одновременно с этим еще поступил в школу в Америке в какой-то момент, чтобы экстерном тоже закончить. Американское образование тоже, вот, я не помню, как называлось, но вот, то есть такие школы. То есть ты эту американскую школу заочно, как бы, проходил, да? Ну да, экстерном. Заочно можно по-разному, я в технологиях обучения тоже заочно учился, но вообще через интернет. Я в другой стране был в это время. А в американской школе я просто экстерном учился, раз в неделю ходил. Ага. А вот, про различия первой и второй школы, которая лингвистическая, и вторая, которую ты назвал. Ну, первая была языковая, ну, этот, ну, обычный, блядь, совковый клоповник, ебать, то есть там ничего, в общем-то, нечего сказать. То есть, ну, говно-говно, короче. Ну, преподы нихуя не знают. У нас, блядь, французский преподавала, преподавала, значит, одна из завучей, которая была вообще учитель логики, на самом деле, и знала немецкий только. Но она преподавала, например, французский у нас, блядь. У нас, по-моему, учительница музыки покончила с собой в какой-то момент. У нас, блядь, обожешник замерз, насмерть инсульт получил, потому что заменял охранника. То есть, ну, это, это такая школа была, короче. То есть, у неё образование было, у неё название было, типа, центр образования, блядь, но это, это вот, ну, такая школа. Вот русская школа, типичная, вот, эгэгэээй, как бы, вперёд. То есть, вот, эти все обещания Алексеевича с 2007, они вот, именно, как бы, про, про вот такую хуйню. То есть, чё там ещё было? да комиссия из управы когда приезжал в ту школу они там походили посмотрели а это было после евро ремонта то есть их пригласили посмотреть евро ремонт они посмотрели значит евро окна с фрамугами со вся из хуюгами со всей хуйней и значит и обнаружили трещину гигантскую фасаде из-за которой здание надо было сносить по госту и сказали бля евро ремонт от заебись ну здание надо сносить короче вот то есть и такой хуйни был полно так что ну типа мне особо нечего рассказать про первую школу совсем по моему снесли в пизду там сначала пристройку сделали а потом короче снесли основное здание и типа сделали пристройку побольше вот и сама по моему ее переделали с тех пор полностью спасибо за подписку ринус лол где спасибо борюсь с и рахнофобией смотря твои стримы это ужасно таких жутких пауков еще не видел а серьезно спасибо за стрим спасибо с нами пятый месяц ну а вторая про вторую школу чем можно сказать нам было там было весьма и весьма круто видимо у них очень хорошие спонсоры потому что там был огромный выбор предметов факультативов и так далее было очень интересно учиться через интернет преподаватели стабильно выходили на связь все знали как работает skype ну мы тогда я кроме skype еще и чатом пользовались вот все знали как все работает что вообще не довольно необычно очень много было интересных факультативов то есть там было весьма круто но я правда в нее не ходил физически ну и там было много школьников инвалидов пишу это какие когда были этот конец нулевых получается ну да где то так и уже тогда было развита удаленно начиная пожалуй года эдак с 6 то есть это значит 6 7 8 6 7 и краешек 8 может быть даже 9 в девятом я и газ давал расскажу про сам процесс как вот именно такие удаленно уроки проходили в какой из школ во второй второй во второй но я просто имею в в российской да потому что я еще в американский учился ну так проходили мы выходили на связь короче через skype или через айчат значит и типа урок шоу уроки были индивидуальны преподаватель еще вот индивидуально объяснял да рассказывал так далее да окей а вот в американской школе как с этим обстоят дела в американской школе я получал домашнее задание вот неделю их выполнял и сдавал то есть раз в неделю приходил таким образом маки а где еще предметы тебе больше всего нравились школе школе не помню а вот то есть получается во второй и в третьей школах ты как бы особо активно не присутствовал физически а вот в первом это не знаю школьные друзья что не такой группы не ну школьные друзья как бы какие никакие есть у всех на самом деле то есть я творил очень много хуйни в школе поэтому дети меня любили преподавать или нет то есть там все очень просто а может например привести ну там блять ну типа но у нас когда ремонт был например в классе литературы там нас литературу и русский язык перенесли короче в помещении между раздевалками знали рядом с салом для физры подвале то есть вот и соответственно там и стены выглядывала труба огромная потому что подвал блять там трубы потому что это русская школа ну и ауку преподши там как раз она расположила свой стол я со стола взял будильник засунул в эту трубу завел его засунул в трубу во время урока зазвонил из трубы такой зычный очень звук короче раздался ну тихо не знаю наверное было весело я хуй знаю я не помню уже ничего то есть я помню как мне рассказывали это потом ну типа я из детства нихуя не помню сам а может помнишь это типичная российская школа что за дети там вообще учились ну и стали и 2 сутков как бы ну типа там все всех оттенков цветов короче учились дети я не знаю там помк вот и какая-то была цветастая популяция была а именно вот если по по физическому их как сказать по физическому положению в москве они типа близко со школы с этой жили и учились там или они наверное это я не знаю окей в американской школе ты успел каких-то там завести друзей знакомых американской школе я же не ходил я же экстерном учился спасибо за подписку сайт 91 спасибо спасибо с нами третий месяц то есть даже вот этот раз в неделю ты там ни с кем не пересекался нет то есть я один раз ровно пересекся с кем-то ну типа все были довольны блять не требовалось ты когда экстерном учишься ты не пересекаешься ни с кем это называется учиться экстерном а у этой школы было блатка это специализация нет то есть обычно вообще образовательная школа окей но расскажи тогда как вот ты закончил школу издавал егэ да говорил об этом да про егэ что-то можешь рассказать про то там готовился 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 я тогда из зеленограда на электричке в москву по несколько раз в неделю ездил один специально для того чтобы подтянуть алгебру вся именно в школу ездил специально для этого живьем уже значит потому что я вообще не знал алгебру в принципе то есть совсем я просто проебывал все что там было по алгебре мне интересно поэтому я просто вот к моменту выпуска к концу одиннадцатого класса просто не знал материала там класс 9 8 и так далее вот начаться чё ещё было как готовился в 2009 проходной балл благодаря республикам северного кавказа проходной балл был очень низкий поэтому то есть я на при я сдавал только русские математику и у меня там было не больше 30 процентов по обоим предметам и это был пуду в 2009 году но там у дни уд как бы это уд короче все равно иуду вот я получил по игре и все я так понимаю ты русский математику сдал только потому что ты не собирался поступать в российский буз ну да окей а расскажи тогда вот про ты учился веселый если я правильно получился на как расскажи как поступление проходило что ты там сдавал на какую специальность поступал да но это не по порядку на самом деле в 2009 я начал брать курсы в комьюнити колледжи аллоне колледж что-то вот во фремонте и 2010 он поступил как постоянный студент проучился где-то два года значит выпустился в 2012 с специальность со специальностью теория коммуникаций вот это все особо ничего не означает но это позволило мне сэкономить большое количество денег потому что в итоге я веселый поступал не с первого курса а переводился то есть как бы с 3 курса я весело и начал значит что там еще был да он поступил значит в 2013 году по специальности лингвистика и философия то есть позже я задекларировал еще младшую специальность русская литература для оценок потому что я носитель языка мне несложно в русской литературе выучиться в американском университете ну типа ну вот поступил весело и таким образом подавала 5 разных 5 разных университетов по-моему все пять были кампусами университета калифорнии то есть я подавал в университет конечно я подавал беркли подавал в санта-крус санта-барбару и силы и еще куда-то не помню меня взяли везде кроме беркли и я пошел в силы то что он был наиболее престижный у него рейтинг просто был выше меня правильно все сделал кстати я не жалею что меня беркли не взяли младшая специальность это понимаю майнер майнер да то есть у тебя как бы бакалаврское образование это лингвист философ с майнером в русской литературе да окей а расскажи про само обучение что тебе там нравилось что не в комьюнити колледжи что силой ну в комьюнити колледжа не помню в юсилой ну типа мне нравилось что преподают специалисты как бы в своей области все все знают что говорят так далее редкое явление особенно в россии например вот значит ну че еще блять на я хуй знает че еще нравилось ли я не ему но можешь рассказать про то какие-то предметы посещал то есть это были включены во время обучения ну лингвистика философия разные вот предметы из области лингвистики и философии имели место так но ты закончил только бакалавриат или у тебя есть еще высшей степени магистры и так далее магистра получил в начале этого года выпустился не сам значит институт международных исследований миддлбери в городе монтерей калифорния вообще миддлбери колледж он находится в вермонте противоположен почти на противоположном побережье это в новой англии короче но у них есть кампус отдельный тут недалеко в монтерей там я получил значит магистрскую степень в области управления международным образованием вот такие дела а на печи собираешься или нет ну пока нет мне пока это ничего не не дает то есть это бесполезно а в целом может и как-то можешь сравнить российское высшее образование нет я не получал высшее образование в россии ну может по каким-то там знакомые знают что-то ну кажется ну скорее всего лучше да на западе образование получит ты во время учебы какие-то статьи научные писал нет конференции рецензируемые нет а на конференции неался нет нет ну не выступал на конференциях как тебе вообще кажется вот мир академический и мир так скажем реальных таких обычных людей вам как бы как-то сказать мне кажется будто мир академический и мир реальных денег немножко дисконнекта немножко не связаны поэтому существует какой-то вот такой разрыв между тем как вот эти научные знания как они влияют на и на современное общество что ты вот поэтому поводу думаешь не знаю смотря где она там дисконнекта в каком аспекте с кем конкретно то есть но обычные люди кто там чё там дисконнекта ну то как вообще распространяется типа научное знание как она применяется там в обществе те же самые там философские какие-то там идеи там не закинуть исследования социальные и так далее не знаю по моему они рассчитаны на академическую аудиторию поэтому они особо не распространяются потому что непонятно в принципе а как их еще где их еще применять то not есть грузчик например чем делать будет с этими исследованиями но в том плане что вот допустим десятые шестидесятые годы в сша там проводилось очень много интересных социальных экспериментов до которые исследовали как у собственно там жизнь в различных комьюнити устроена как можно на нее повлиять чтобы улучшилась далее сейчас проводится да и не сейчас проводится как ты говорил вот эти исследования направлен на академический мир такое впечатление складывается что именно идет культивация кого-то знания которое не имеет какого-то прикладного выхода может быть хуй его знает что там еще по вопросам ну ладно конечно был кринжовый наш переход расскажи про сша вообще переехал как переезд случился когда переехал не помню наверное был я бухой но переехали с родителями в конце 2006 года сначала во флориду потом в калифорнию а фримонт он вообще находится ли ворке я это понял я имею в силиконовой долине нет силиконовой долине жить невозможно по денежным причинам но в принципе на самом деле недалеко можно доехать а что еще сша успел куда-нибудь скататься посмотреть какие-то штаты посмотрел много штатов на самом деле много городов был филадельфии на диване нет не был то есть а вообще если географически там южные штаты ты успел посетить какие-то ну я жил во флориде какое-то время как я уже сказал а в тихо себе был дыхать и не был а есть какие-то планы какие-то места хочешь посетить и почему если есть не нету а какие ты назвал по основные отличия жизни жизни в россии и жизни в сша в чем различия заключаются ну типа их очень много то есть можно конкретнее что основное различие что там она в россии а то в сша какие конкретно различия ну например про внизу про потребление что в магазинах есть там я думаю в россии сейчас недостатка продуктов особо нет то есть есть недостатка хамона ебанова который я даже понятия не имею чуть такое к это импортная блять испанское мясо тухлое прочей калка там по санкциям завести нельзя но я думаю что и в россияне хватает синтетических сладостей блять всякого вот этого кала и так далее никуда не денется очень часто на стримах пьешь энергетики чё почитаешь какие бренды я ну в основном рак старый монстр что они везде этот про продаются везде окей расскажи как вообще ты начал стримить как тебе эта идея пришла в голову какая цель была изначально у этого всего ну изначально я нам и дфм эфиры вел на радио модфм потом стал стримить а вот первое за первые полгода стриминга они какие-то были тематические ли ты точно также там стримом как ты смотришь видео были еще менее тематические а подрубал конфу просто и там накапливалось 30 человек в какой-то момент и шел стрим в таком формате а вот про медисона расскажи как с ним познакомился но мне написал 2015 году в какой-то момент и все и так ты постепенно попал его и друга ну пусть постепенно вот у меня такой вопрос он больше интересен мне ну так как я занимаюсь как раз таки вот компетеншем social science изучением токсичной коммуникации на ключе интересно что бы ты назвал токсичной коммуникации как бы ты ее определил ну коммуникация который идет в разрез с политикой ресурсы я так понимаю а с политикой ресурсы то есть ну пользовательское соглашение там корпоративная политка в корпорат молись и корпоративная политика вообще с чем-то подобным сталкивался у себя там на стриме до сталкивался у меня фильтр в чате есть сейчас сабот включен а фильтр на что стоит на слова но там на марте не знаю на какие-то на разные слова окей чем вне стрима занимаешься вообще играю в wind но вчера сходил купил обогреватель в таргете ну типа договариваюсь о том кого пригласить значит на стримы вот то есть нетворкингом занимаюсь иногда довольно редко езжу на всякие встречи вот было прошлую что ли пятницу или позапрошлую не помню ездил утром кофе пить коллективно ну типа вот а что-то читаешь в плане литературы эти научные публицистики ведьмака читаю в аудио формате то есть обернул спортом увлекаешься где нет вообще то есть не занимаешься и не смотрю не смотрю тем более то есть я скажем так я занимаюсь спортом больше чем я его смотрю давай перейдем наверно к твоим политическим взглядом зеленый правого толка поподробнее то есть там основные идеи но это долго на самом деле основные идеи но так то я за сохранность окружающей среды я не при этом не считаю что ограничение свободы значит предпринимательство это дельный способ сохранить окружающую среду то есть как минимум гораздо более дельный способ сохранить окружающую среду это перестать субсидировать хуйню которая по идее должна была уже развалиться 20 лет назад угольная промышленность например сша субсидировать то есть поддерживать на государственном уровне до перестать а как тогда на какие тогда виды энергетики стоит перейти обществом или просто должно на те которые выживут в конкурентной борьбе а какие ты мог выделить тех основных личностей вы мог выделить вот скажем в этих политических дебатах различных кого прислушиваешься понравится я много кому прислушиваюсь и это не всегда люди которые мне нравятся по политическим взглядом нет людей которые отображают мои политические взгляды публичном дискурсе они отсутствуют окей у тебя очень часто на стримах затрагиваются вопросы связаны с религией с язычеством сам что-то исповедуешь ну я скорее язычник оккультист да а именно язычество какое тебе ближе там древний русская древне скандинавская там какое-никакое но то есть в чем заключается твое язычество ну я не не сторонник вот фэнтези религий то есть оккультное язычество хорошо ладно в общем давай наверно перейдем к популярным сейчас таким скажем обсуждаем активно обсуждаемым проблемам различных видов неравенства как ты считаешь они существуют ли они настолько ли яркие как их показывают или это своеобразная политическая пропаганда неравенство кого с кем ну гендерные неравенство расовые неравенство миграционные ну гендеры они не равны это я думаю все с этим согласятся что вот гендеры они разные поэтому они не равны если их несколько они уже не равны раз тоже несколько правильно она не одна поэтому они не равны все чего есть все что присутствует в количестве больше одного они не равно такие дела а что именно ты подразумеваешь он таким конечным равенством это равенство каких-то возможностей реализации себя или конечное равное положение я не знаю что такое в реализации так далее я говорю вещь когда она одна и та же она равна значит самой себе чему-то другому вещь равна быть не может принципе если у нас есть две вещи то и не равны если две вещи равны тут не две вещи то одна вещь на самом деле просто мы только что об этом узнали хорошо вот в общем у меня еще есть вопросы о связанные с какими-то известными социологами что-то там об идеях думаешь читал и вообще так как это довольно близко к философии читал ли ты конта агюста который но сами работы ком-то я нет не читал а идея его знаешь идея мы знаком что думаешь ничего особо не думаю на 19 век было интересно наверное а идея гиргейма но про самоубийство читал его работу или что-то в этом роде да нам весом убийца а как вообще тебе работа его понравилось нет ну это уже интереснее хронологически к нам ближе и проблематика тоже ближе значительно но сейчас наверное уже количественные исследования есть в этой области дюргейм он больше придумывал макса выбера читал читал значит как называется протестантская этика и дух капитализма что хорошая работа очень я еще выдержки у него из других работ читал где про бюрократию было написано то это тоже весьма неплохая ты еще кстати ближе еще более актуально для 21 века несмотря на что хронологическим по моему древнее немного дюргейма вот но да интересный был вебер а идеи тарда и либо на идея кого тарт и либо тарт не знаю кто такой либо он знаешь такой был не знаю про что там был написан но они оба как бы теоретики идеи толпы теории толпы да я не знаю чуть такое не ко мне по марксу думаешь ну по марксу много чего думаю то есть я не 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 этот не коммунист так что ничего особо не думаю по маркс а читал ли ты работы тереть по французской школы adorno from полностью нет а выдержки кита выдержки читал много из кого из фрома и задор на из марку за много из кого читал выдержки но мне вообще такое не интересно а бурдио 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 который про габитус про социальный капитал до выдержки читал из бурдио тоже еще более актуальный человек до 21 века во многом очень много много его преподают и там на менеджменте и на всяких таких предметов сравнительное исследование разных социальных институтов до ночью тоже интересно дам а горфинкеля не знаю кто не слышал про эксперимент там допустим брать в магазине продукты не с прилавка с тележек других покупателей нет не слышал а а гофману стал или нет гофмана который песочный человек щелкунья который не очень который про фрейм и стиль нет я не знаю кто так я одного бог может знаю а про хочешь скажешь про фуко мне ну про про фуко могу сказать что фуко интересный про вот история безумия хорошая работа на самом деле но опять-таки кому как то есть ситуативно на самом деле ну а что именно идеи с фуко тебе больше всего понравились какие то может разделяешь не разделяем у меня нравится значит его мне нравится как он применяет генеалогический метод подрезанный унитши вот мне нравится что значит не выделяет как примат не материальную не идеалистическую идейную составляющую духовную окружающего всего в хайдегерианской топике находятся по сути дела ну прикольно вот в остальном дискурс анализ мне не интересен а ватура читал кого другу дону а дура нет не читал маки а бадрияра бадрияра читал бадрияра выдержки читал из символические обмена смерти ну так есть идеи более-менее а что-то из феминистической риторики читал читал галагер читал еще несколько человек читал марту нусбаум читал джудит батлер читал выдержками я много читал из феминистической литературы тоже статьи читал андрей дворкин читал значит правых феминисток кристина хофф саммерс кетти юн и так далее я много читал но и какие тебе там основные идеи запомнились понравились или не много там идей запомнилось на самом деле понравились или нет от смотря с чем сравнивать а так а читал ли ты работаю лазер свинга не знаю кто это не знаешь а озеро и дуринтере он не знаю не знаю кто это тоже я бы запомнил а ладно у меня осталась последняя такая тема как ты думаешь влияют ли современные различные интернет-феномены на современный мир на то как он строится ну что я подразумеваю интернет-феноменами это форсы гачи филти фрэнк форчан и на что они должны там влиять но мы современное общество на то как живут обычные люди влияют ли форсы гачи на то как живут обычные люди ну да в какой-то степени ну просто как мне лично кажется я наверное выскажу свое свое мнение вот это вся гачи весь гач форс мне кажется он сделал больше для того чтобы гомосексуальность представлялась нечто нормальная как не девиация этот форс сделал больше чем какие-либо сообщества и течения до него но в какой-то мере какой-то мере это так и есть да а фарчановский форс какие-нибудь ну трамп трампа президентом сделали вот то есть прямо спорчаны брали не рампа конечно но найди на ю тубе видео the year for ch1 и посмотри там это документальный фильм он где-то по полчаса идет там есть что посмотри нет но ты понимаешь что они там многое сделали там также лягушка пепе кейса и тогда окей а что бы ты посоветовал из современного ю туба посмотреть из российского и зарубежного не важно ну посмотрите канал гарвард оксфорд как поступить в университет на западе хороший канал а что-то еще связаны с каким-нибудь там политическими течениями с какой-то может каким-то научный канал он не научпапа именно научные внук елькина хорошо но в принципе на этом все спасибо тебе что потратил свое время на это все вот ну окей хорошо давай тогда пока 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 образовательно-развлекательный канал убер маргинала ссылка в описании